И я приду к тебе на лыжах, со мной придет весна, ты слышишь, как бьется, вьется твое сердечко, возьми и с собой чуть-чуть любви. Все-таки шведки одни из самых сильных здесь, это четвертый номер, Йоханна Хакстрюм. Десятый номер здесь, американка Джулия Кёрн, ее сейчас нам показывают. Первый номер, Кристина Става Шистат. Седьмой номер, Эмма Рибом. Тринадцатый номер, Майя Дальквист, возможно это счастливый для нее номер. И получается восьмой, Линс Ван. Итак, здесь видим болельщиков, очень активно они поддерживают лыжниц и стартуют финальный забег. Который бегут четыре шведки. Итак, Шистат видим все-таки на первой позиции. Длинноногая Шистат. Возглавляет этот забег и за ней шведки. Позади тринадцатый номер, Майя Дальквист. В замыкающих она сейчас работает. За норвежкой Эмма Рибом седьмой номер и Йоханна Хакстрим четвертый. Линс Ван это у нас восьмой номер. Так, проходят они здесь тяжелый участок трассы. Темп немножко сбавляется. Шистат оглядывается. Не особо сейчас желает работать на первой позиции, видимо. Рибом. Выходит на вторую позицию. Так, здесь у нас идет спуск. Неплохо, Катя, дал лыжу. Норвежки и отрывается она на спуске. От шведок. Но там пытается дабл-поллингом настичь ее Эмма Рибом седьмой номер. Йоханна Хакстрим видим, как провалилась. Там ее, по-моему, обходит Линс Ван восьмой номер. Джулия Керн, видимо, все-таки у американки силы закончились. На этот забег все она выдала в полуфинале. Ну и значит, пока еще со шведками только норвежка сражается. Джулия Керн в замыкающих находится. Пока Эмма Рибом пытается что-то тут навязать, но... Остальные шведки, кстати, отстают. Интересно, смогут ли они добавить. Раскручивать здесь уже финиш у нас. Кристина Шистетт, видим. Эмма Рибом оглядывается. Она неужели не верит в то, что сможет достать норвежку? Да, видим, неплохо. По переменкой раскатывает норвежка. Кристина Става Шистетт на первой позиции. Ну там, видим, дабл-поллингом добавляет шведка. Эмма Рибом. На второй позиции, но нет, все-таки... За Шистетт победа. Рибом вторая. А вот кто третья? Майя Дальквист. Сван четвертая. Керн пятая. И... Юхана Хакстрем только четвертая. Эээ, шестая, вернее. Четвертый номер. На финише шестая. Ну что ж, норвежку поздравляем. Лидер квалификации и... Победительница этой гонки. Эмма Рибом. Вторая. Майя Дальквист третья. Но когда оглянулась Эмма Рибом перед финишем, финишной прямой, то стало понятно, что сегодня норвежка точно держит победу. На спуске есть преимущество... Преимущество у норвежки, да. Отрывалось, даже идя на первой позиции она от шведок. И сегодня Шестет одержала победу. Эмма Рибом, кстати, на финише, по-моему, все-таки приближалась к норвежке, но... Преимущества Шестетт хватило, чтобы удержать первую позицию. Ну и там Майя Дальквист разобралась с Линдс Ван в борьбе за бронзу. Ну, я думаю, все-таки Линдс Ван еще только набирает свою форму. Постепенно вкатывается в сезон. Ну, а у американки Жюли Керн очевидно было, что закончили силу. Все она выдала в полуфинале. Такое тоже бывает. И то же самое можно сказать про Йоханну Хакстрем. На середине дистанции тоже силы ее покинули. Ну что ж, вот уже. Спортсмены занимают свои позиции предстартовые. И начнем представлять спортсменов. 13 номер на ваших экранах. Норвежец Сиверт Вик. Дальше. 14 номер. Пол Гулберг. Если у него силы остались, то он может посоревноваться с Клэба. Дальше Йоханнес Клэба. Желтый бип. Первый номер квалификации. У нас уже Шистат, как лидер квалификации, одержал победу в финале. Посмотрим, что сейчас Клэба покажет. Ну а здесь француз. Ришард Жуф. Наверное, главный сейчас оппонент в французских гонках Йоханнеса Клэба. Пятый номер Федерико Пелегрино Итальянец. Верим, конечно, и в него. И вот Эдвин Ангер. Ну, Ангеру еще нужно набираться опыта. Четвертый номер Швед. Самый здесь, наверное, габаритный. Итак, стартует финал мужчин. Кубок мира. Ле Рус. Финал мужского спринта. Так, Эдвин Ангер неплохо отрабатывает стартовую прямую. Ришард Жуф. Клэба у нас примерно в серединке сейчас работает. Ну что ж, с первых элеметров побежит сейчас Швед. Видим сейчас норвежец между французом и итальянцем. Это я про Клэба. Пол Гулберг у нас вновь начинает в замыкающих. Тут уже и фаеры пошли в синий цвет, видим. Красочная гонка. Теперь уже точно. Эдвин Ангер, Ришард Жуф и Клэба здесь на первых позициях работают. В три полосы. И вот здесь опасный такой спуск спортсмены проходит. И видим уже на первой позиции Йоханнес Клэба. Но он, скорее всего, сейчас второй идет. Да, за французом. Клэба здесь мастер, конечно. Спусковых частей дистанции. Спусков, скажем так. Итак, уже видим, мощно старается работать плечевым поясом Ришард Жуф. Эдвин Ангер на третьем позиции. Возможно, все-таки он смог сохранить силы здесь поворот. Чуть было не столкнулись они с Клэба. Так, и пошли уже на финиш. Очень мощный частит Ришард Жуф. Да, между Клэба и Жуфом будет распределение мест на финиш. Итак, Ришард Жуф нужно частить еще сильнее. Нет, более мощно раскатывает Йоханнес Клэба. Но все-таки, по-моему, Ришард Жуф одерживает победу. Йоханнес Клэба второй. Там Пол Гулберг вышел на третью позицию. Эдвин Ангер четвертый, Северт Вик пятый и Федерико Пеллегрино только шестой. Ну что ж, француз все-таки удалось ему одержать победу над Йоханнесом Клэба за счет такой чистоты. Хотя там видели, что Клэба пытался за счет мощных таких отталкиваний настичь француза, но длины дистанции ему не хватило. Финишная прямая все-таки тут короткая. Ну и, кстати, вот это поражение Клэба для него только на пользу пойдет. После таких поражений Клэба только мотивируется. И на чемпионате мира с ним будет очень сложно сражаться с соперником. Но пока в этот день поздравляем француза с большим достижением. Все-таки победить Клэба это большое достижение. Тем более в классике, кто бы мог подумать. Клэба. 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 Субтитры сделал DimaTorzok